Приветствую всех, кто меня сейчас слышит. Хочу вам немножко рассказать о том семинаре, который мы собираемся проводить в Канаке. Мы каждый год проводим эти семинары, где мы знакомим людей с основными знаниями магии вечности. Магия вечности – это свод знаний, сферальный, где дается понятие о Вселенной, о человеке, о его месте во Вселенной. А самое главное – дается понятие истины. К истине люди стремились много веков. Все эти века, сколько мы помним, люди стремились познать истину. Это была для них великая загадка, все стремились познать истину, и каждый рассуждал о ней, как мы. Так что же такое истина на самом деле? Вообще истина – это тот смысл, который определяет состояние всех вещей, их направленность, их существование, и который движет к всем этим мирам. Это смысл самой жизни. Это закон. Этот закон называется Великим Законом. Великий Закон включает в себя 10 основных законов мироздания, с которыми вы можете познакомиться в Магии Вечности. Но через все законы, через все истины, мы идем к одной единственной истине, и это истинный Великий Закон. Магия Вечности – это объемные сферальные знания нашей Вселенной и всего, что составляет нашу Вселенную, всей жизнью нашей Вселенной. Что такое жизнь? Жизнь – это прежде всего процесс. Процесс, который протекает во всей Вселенной и который регулируется, держится и направляется тем самым единственным Великим Законом этой Селены. Мы знакомим на нашем семинаре с основными законами мироздания, а также с тем, что такое человек, откуда он пришел, куда идет, и что вообще составляет природу человека. Очень много заблуждений и очень много небылиц сказано о том, что такое человек. На самом деле ничего здесь, собственно, немудрящего-то и нет. Человек представляет собой с одной стороны животное, а с другой стороны Бога. Всем советую прочитать Оду Бога Державина. Державин был посвященный человек, и лучше его с тех времен трудно сказать, что такое человек. А именно что он сказал? Частица – целый, я – Вселенная. Поставлен, мниться мне в почтенной средине естества, я той, где кончил тварей ты телесно, где начал ты духов небесно, и цепь существ связал всех мной. Я – связь миров повсюду сущих, я – крайняя степень вещества, я – среда той, через живущих чертах начального божества. Но это философское, так сказать, обобщение, это философское определение, что такое человек. Но мы более подробно познакомимся именно с этим понятием человека на этом семинаре. Если скажем о законах, мы скажем поверхностно вскользь, но вы можете прочитать «Маги Вечности» и более подробно на это посмотреть. Но о человеке нам, именно человеку посвящен будет этот семинар, где мы пройдем с вами семь шагов совершенствования, семь уроков работы с собой и будем учиться управлять собой. В принципе, что такое человек, как мне сразу сказал учитель, человек – это, ну, его биологическая часть человека – это мозг и предаточный весь организм. Но мозг – это еще не все. Мозг – это биологический компьютер. А как управлять этим компьютером? Это должен разум учиться. Атман, разум, он должен учиться управлять через компьютер самим человеческим существом. Вот мы будем с вами именно на эту тему проводить занятия, учиться управлять собою. То есть, как сказал в свое время Пушкин Александр Сергеевич, учитесь властвовать собой. Вот мы будем учиться властвовать собой. Мы познакомимся с нашим лучом. Наш луч – это луч иерархии света, который в 1977 году дошел до нашей планеты. Сейчас он за эти, так сказать, 43 года уже достаточно хорошо утвердился здесь, на нашей планете. Он достиг, можно сказать, уже ядра Земли, поэтому его уже так не выкорнишь быстро отсюда. Да и тогда было трудно. Но, во всяком случае, сейчас он сияет на всю планету и определяет, между прочим, Армагеддон. Именно этот луч определяет Армагеддон. Вот те портреты, которые видите за моей спиной, это, собственно, образы богов. Как я уже говорила, если вы посещали мои беседы или прочитали бумаги вечности, то вы бы оттуда узнали. Но сейчас я все равно подскажу и еще раз повторю, что боги не имеют антропоморфного вида, потому что люди, они слабы. Мысль материальна. И для того, чтобы мысль материализовалась и вошла в эту жизнь, для нее нужны средства проявления. Поэтому у человека есть все средства проявления для этого. Как было сказано, мозг и предоточный весь организм, ручки, ножки, речевой аппарат. Это все нужно для того, чтобы проявлять свою мысль. А боги, у них мысль настолько сильна, что у них мысль это уже, можно сказать, слово и дело. Поэтому им не нужны ни ручки, ни ножки. Все боги, они не антропоморфные, они имеют вид кометы, они, собственно, как говорится, вся голова. Поэтому те портреты, которые вы видите, это боги дали, как они сказали, и дать себя понять для нужной цели, показывать то, что мы воззрели. Потому магия вечности – это опыт богов, переданный нам, людям, для совершенствования, для того, чтобы эволюционировать, причем эволюционировать реваншем. То есть это эволюция, которая идет реваншем, потому что для того, чтобы эти знания получить нам в нашей телесной оболочке, нам нужно еще столько перерождений, что мы уже и не успеем, поскольку мы живем с вами в последний век. Поэтому, ну как последний век, в смысле последний век, имя Армагеддон, когда решается участь этого мира, когда идет борьба света и тьмы светлых сил с темными, и эти силы прежде всего борются в самом человеке. И вот мы должны учиться распознавать в себе эту борьбу, и вы знаете, ко мне много приходило различных воинов света, и им я говорила, дорогие мои, прежде чем давать бой темным силам, первый бой, который вы даете темным силам – это бой в себе. Сначала нужно победить эти темные силы в себе, а вот мы будем с вами этому учиться, мы будем знать, какие у нас силы темные, какие у нас силы светлые, распознавать их в себе и работать с собой. Видоизменение своего сознания – это видоизменение себя как природы, это видоизменение пространства вокруг себя. Видоизменяя себя, мы видоизменяем мир, а видоизменяя мир, мы видоизменяем себя. Поэтому, когда мы неосмысленные свои действия в этот мир вкладываем, то мы меняем этот мир сообразно тем действием, которое мы вкладываем. А чаще всего мы вкладываем в наших неосмысленных действиях разрушение. Поэтому мы разрушаем этот мир. А для того, чтобы создать, надо знать правила, надо знать законы мироздания, прежде чем вносить какие-то изменения. Вы знаете, запонтантра гласит, одно неосмысленное действие может привести к целому ряду последовательных видоизменений в обстоятельствах. Поэтому у портных есть замечательная поговорка «семь раз отмерь и один раз отрежь». Поэтому прежде чем какое-то действие свое в этот мир проявить, нужно сначала подумать, правильно ли это будет, нужно ли это будет. Ну, всему этому мы будем учиться. У нас будет достаточно глубокое погружение в эти каналы. Вот каждый портрет – это канал, портал к определенному Богу. Никогда Бог не выйдет на ваше сознание сам. И даже не мечтайте и не надейтесь. Если в ваше сознание кто-то вошел, то будьте уверены, это не Бог. И все советы, будьте уверены, даются с какой-то целью корыстной, как правило. Потому что сейчас очень развит ченнелик, сейчас прямо в сознание людей влезают эти серые и всякие темные силы. А Боги никогда не влезают в сознание без его ведома, без ведома самого этого человека. Поэтому для того, чтобы пообщаться с Богом, мы сами должны раскрыться и сказать Богу «Ты во мне, я в тебе, мои желания твоего, Отец Небесный». Или Матушка Небесная, если мы общаемся с Богиней. И только тогда мы начинаем чувствовать внимание, поток. И мы чувствуем уже присутствие этого Бога и чувствуем его, ощущаем в себе. Но наиболее полное слияние с Богом определяется, знаете, чем? Не тем, что вы чувствуете «Ах, как Бог меня любит, и эту любовь». Нет. Это определяется тем, что вы начинаете чувствовать любовь к этому миру сами. Вы начинаете чувствовать, то есть Бог проявляется через вас. И вы эту любовь чувствуете так, что вы сами любите этот мир. Поэтому, как сказал Кузанский, видение тебя есть не что иное, как видение тобою, видящего себя. И вот мы будем учиться с вами общению с Богами. Мы будем учиться работать и работе с собой. Мы будем определять свою психологическую схему, соотношение сил сознания изучать. Ну, сколько успеем за 7 дней, столько и сделаем. Поэтому я приглашаю вас на этот семинар. Ничего особо тоже не обещаю, потому что путь эволюции – это путь труда над собой, это трудный путь, тернистый путь. Поэтому никаких небесных кущ, райских, я обещать не могу. Как сможете, так и сможете. Как все зависит от способности человека, от его желания, от его состояния сил в его сознании, соотношения сил в его сознании, от того, каким багажом он к тому моменту уже обладает. Поэтому те, кто хотел бы посетить наш семинар, обязательно советую все-таки хотя бы познакомиться, хоть как-то прочитать, но не полно, но глубоко все равно трудно сразу же войти в магию личности. Но хотя поверхностно познакомиться с учением, которое несет эта книга. Ясности вам пути.